Считанные дни остаются до выборов в Государственную Думу Российской Федерации. Я посчитал необходимым посвятить этой теме несколько минут, чтобы моя аудитория не обманулась, головой и сердцем пошла на выборы. Я лишь разложу факты на несколько партий и отдельных кандидатов, а вы просто сами сделаете вывод. Никому и ничего навязывать не буду. Впрочем, как и хвалить. Ибо вы знаете меня, преждевременно я никого не хвалю, не кричу ни духов, ни одеколунов, ни спиртов. Все по делу. И учитывая, что моя аудитория по большей части российская, то хотел бы кое-на-что открыть глаза. И начать хочу с партии с патриотическим названием Родина. Стоит только заглянуть в членов этой партии, как четко видно, кто за Родиной скрывается, выставляя себя безобидными людьми, патриотично настроенные кандидаты. Основателями этой партийной ячейки являлись и являются протурецкие лоббисты, выставляющие в разное время свои кандидатуры под разными мастями и от коричневых наций до красных идеологов ленинизма. В этой партии цвет значения не имеет. Ибо под эгидой Родины эти люди подразумевают союз с Турцией. Дешевое евразийство, ущемление нацменов в этой самой Родине. То бишь в России. Основателями этой патриотической в кавычках ячейки являются сразу несколько человек. Рогозин, который долгое время находился в оппозиции в рядах сорта русско-национального единства. И даже получивший хоть и должность роскосмическую, является одним из важнейших для Турции и Азербайджана лоббистов России. Кстати, его активы, которые он придерживал в странах Запада, арестованы в тех же западных странах. А сам Рогозин не выездной в США, Канаду, Австралию и ЕС. Среди основателей есть и такие личности уже красные, как Глазев и Бабурин. Но они уже малозначительны для всех и не представляют никакого интереса. Другое дело, нынешний лидер партии Родина, всем нам небезызвестный Алексей Журавлев. Он является депутатом Государственной Думы с 2011 года. Но больше запомнился гражданам России в качестве политического шоумена на всех ток-шоу страны. Попробуйте вспомнить хоть один полезный законопроект, который бы он продвинул в Думе. А видели ли вы его вообще работающим в Думе? Вот и я нет. Мы его больше видим в пенатах телевидения, где он проталкивает антироссийские спичи, приветствуя натовскую Турцию в Азербайджане, союз с теми, с кем Россия борется в той же Сирии. Делает это тактично, с чувством защитника Родины, России. Арменофоб до мозга костей и искусственно наращивает антиармянские настроения в той же России. Недавний инцидент, где Журавлев, пользуясь информацией, предоставленной Азербайджаном, назвал армянский храм русской церковью. Затем сам же извинился, когда ему предоставили документы. И вообще, по делам, Журавлеву однажды получил от Адама Делимханова по мозгам. Хоть это и не сработало в дальнейшей карьере Журавлева. Поэтому думай, прежде чем отдавать голос за Журавлева и его партию Родина. Но соль всего этого в другом. Ведь Журавлев понимает свои косяки. И чтобы не терять голоса у армянской части населения, к нему затесался некий Карен Григорян, агитирующий за Родину и выдвигающийся от Родины. Григорян агитирует продвигать себя от партии Родина. Продвигать саму партию Родина. Даже дал интервью елейное такое в отношении Арцаха, выступая в качестве его отделения от Азербайджана. Хочется лишь спросить. Григорян, это как получается, что ты идешь в разрез со своим лидером? Это как? Твой лидер Журавлев натовцам аплодирует в Арцахе. Ручки расцеловывает Алиеву и Эрдогану. А ты пытаешься Арцах, он же Карабах, оторвать у Азербайджана. Вы там уродины Беленов, что ли, объелись? Ты просто носитель армянской фамилии, но ничего общего с армянами не имеешь. Следующий кандидат. Российская партия свободы и справедливости во главе с Максимом Шевченко. Ну, это всем известный толкователь псевдосправедливости, журналист, мечтающий о власти так, что ему все равно, под какими знаменами идти во власть. На прошедших президентских выборах он агитировал за коммунистов. Даже неоднократно представлял кандидата от Компартии Грудинина на телеканалах. И его даже не смущало, что те же коммунисты были атеистами и идут противовес с религией, то бишь с исламом в том числе, на который Максим Шевченко порой делает основную ставку. А в этот раз он уже представляет партию справедливости и развития, основателем которого является чернокнижник Андрей Богданов. Он же великий мастер великой России, то есть руководитель масонской ложи России. Иначе говоря, вы вообще понимаете, что происходит и какие люди пытаются пролезть в Государственную Думу. Чем только Максим Леонардович не брезгает. Готов опуститься от Аллаха до Шайтана, чтобы пролезть во власть. А потом будут говорить о своих неудачах, что, дескать, не получается, мы в меньшинстве, ядросы и коммунисты в большинстве, а нас, чернокнижников, должно быть больше. И и же с ним Руслан Курбанов, который, тоже позиционирует себя защитником мусульман, но выдвигается от той же масонской партии свободы и справедливости. Вернее, свободы и справедливости или развития. Как-то так называется эта партия. И даже готов ради этого положить на жертвенный алтарь родной лезгинский народ, который едва выживает в хваленном им Азербайджане, теряя постепенно национальную идентичность, азербайджанизируясь. Вот такие они сегодняшние патриоты свободы и справедливости. Руслан, а за свободу и справедливость лезгин в Азербайджане слабо сказать? Ни одного голоса я бы не дал и не рекомендовал вам отдать этим людям, уже проявившим себя на всевозможных площадках. И не только за этих партийцев, но и за отдельных лиц, идущих в более известных партиях или фракциях. СКП РФ, например, Леонид Калашников, пронатовец и любитель бакинской икорки. Тоже вместо того, чтобы делом заниматься в Думе, то и дело исполнял волю Баку и Анкары на просторах российских СМИ. Или от ЛДПР Дмитрий Савельев, протурецкий лоббист, но борющийся в Думе против коррупции. Или в Единой России фигуристка Роднина, американка, пишущая законы нам, россиянам. Их немало, но хотелось бы обратить ваше внимание, чтобы вы не обманулись. К сожалению, мы живем в такое время, когда шакалов в коже витязей куда больше, нежели самих витязей в шкуре шакалов. Увидимся!